Анна и Егор были женаты 10 лет, и их брак был счастливым. У них было двое прекрасных детей и комфортная жизнь. Однако со временем они начали расходиться. Егор всегда был занят работой, а Анна чувствовала себя забытой. Они пытались работать над своими отношениями, но казалось, что они просто совершали движение. Однажды Анна решила, что больше так не может. Она усадила Егора и сказала ему, что хочет развода. Джек был потрясен и не мог поверить своим ушам. Он умолял Анну передумать, но она приняла решение. В течение следующих нескольких недель Анна и Егор прорабатывали детали своего развода. Они решили, что Анна сохранит дом и детей, а Егор будет платить алименты и алименты. Они пытались вести себя цивилизованно ради своих детей, но это было трудно. Были слезы, ссоры и обиды. Когда развод был завершен, Анна испытала смесь эмоций. Ей было грустно видеть конец своего брака, но она также почувствовала облегчение. Она знала, что приняла правильное решение для себя и своих детей. Егор, напротив, был опустошен. Он не мог представить свою жизнь без Анны и детей. В последующие месяцы Анна и Егор пытались жить дальше. Они встречались с другими людьми, ездили в отпуск и снова пытались обрести счастье. Однако они никогда не забывали друг друга. Время от времени они все еще разговаривали, и в их голосах всегда была нотка грусти. Прошли годы, и их дети выросли. Они поступили в колледж, устроились на работу и завели собственные семьи. Анна и Егор гордились своими детьми, но испытывали и чувство сожаления. Они знали, что их развод повлиял на их детей, и хотели вернуться и все изменить. В конце концов, Анна и Егор стали бабушкой и дедушкой. Они проводили время со своими внуками, смеясь и играя, и поняли, что жизнь по-прежнему хороша. Они оба пережили развод, но всегда будут нести с собой частичку друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok